МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 300 домов на Волошке без воды, иж водоканал ищет место порыва. Почему затягивается ремонт? Аллея в честь героя войны в Ижевске в год столетия Евгения Кунгурцева вспоминают биографию легендарного летчика. И состязания для тех, кому уже 50 и больше в Удмуртии, проходят финальные этапы национального чемпионата «Навыки мудрых». В Удмуртии из-за ухудшения эпидситуации вводятся новые ограничения. Глава республики подписал соответствующее распоряжение. С 7 октября приостанавливается диспансеризация и профосмотры. Предприятиям общепита запрещено работать с 11 вечера до 7 утра. С 11 октября до особого распоряжения закроются кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, игровые комнаты в торговых центрах. Не будут работать и парки аттракционов. Такие ограничения не коснутся музеев, библиотек и зоопарка. Спортивные соревнования всероссийского, межрегионального и республиканского уровней тоже пока решили не отменять, но проводить их будут без зрителей. А накануне в регионе была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Поставить первую прививку необходимо до 1 ноября. В пунктах вакцинации уже ожидают, что посетителей станет заметно больше. И готовы пересмотреть свой график работы. Дмитрий Вороновин расскажет. Уже к открытию пункта вакцинации в 8 утра у кабинета профосмотра очередь. Первая в ней ижевчанка Полина Подлевских. Поставить прививку ее вынуждают служебные обстоятельства. У меня постоит поездка через месяц в Калининград. Вчера я увидела постановление в Калининградской области, что там все очень жестко, намного жестче, чем у нас. Поэтому хочешь не хочешь придется ставить. Очень быстро я заполнила анкету, буквально в течение 5 минут. Сейчас уже поставит ожидание. А вот пенсионерка Ирина Абрамова на пункт вакцинации пришла только сегодня, потому что все лето такой возможности у нее не было. Мы закончили сезон огородный. Мы сидели в изоляции, не приезжали в город. А теперь приехали. Тут столько случаев нас просто подстегнуло с мужем. И столько случаев именно нашего возраста. Вот мы сделали такой выбор, что нам надо привиться. Пункт вакцинации в Центре общественного здоровья работает с 1 октября. Прививку здесь успели поставить около тысячи человек. После введения обязательной вакцинации для отдельных категорий медики ожидают. В выходные посетителей здесь станет значительно больше. Вчера у нас было 216 человек, до этого 210 человек. И мы понимаем, что в связи с последними обстоятельствами количество населения, которое будет к нам приходить, будет увеличиваться. Мы работаем без предварительной записи. У нас работают выездные прививочные бригады медицинских организаций Ижевска и даже районов Морской республики. Пункт работает ежедневно в будни с 8 до 19 часов. И все выходные с 10 до 16 в Минздраве сообщили, если потребуется, время приема здесь продлят. Дмитрий Вороновнин, Илья Дериндяев, Новости. В Удмуртии возобновились рейды по соблюдению санэпидрежима. Так, сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими дежурят на остановочных комплексах и следят за тем, чтобы пассажиры, выходящие из транспорта и заходящие в него, были в масках. Управление Роспотребнадзора в Удмуртской республике напоминает жителям региона о том, что на территории всей страны продолжает действовать 31-е постановление главного государственного санитарного врача, согласно которому находиться в маске необходимо обязательно в общественных местах. За отсутствие маски, согласно Кодексу об административных правонарушениях, предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей на граждан. На контроле не только транспорт. Рейды проходят и на предприятиях сферы общественного питания, торговли бытовых услуг. Всего с начала года санитарные врачи и полицейские провели уже более 4 тысяч совместных рейдов. Выписано 14 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Обитатели микрорайона Волошка в Ижевске стали заложниками серьезной коммунальной аварии. Жители почти трех сотен домов живут без воды почти неделю. Почему затянулся ремонт, разбиралась Елена Буховская. Берем канистры и идем к соседям, потому что у них скважина. И для того, чтобы скипятить чай и пользоваться маломальски какими-то услугами бытовыми, мы вынуждены ходить за водой, просить Христо ради у соседей. Воды в микрорайоне Волошка, рассказывает Тамара Вахмянина, нет с выходных. Выручают соседи, у кого есть собственные скважины. Но таких немного. Единственное место для большинства жителей микрорайона Волошка, где можно набрать воду, это обычная водяная уличная колонка. Их всего четыре на Волошке. Сегодня ни одна не работает. Видно, что воды нет. За водоснабжение поселка отвечает Ижеводоканал. Там в курсе проблемы. Объясняют, вода пропала из-за порыва на сетях. Но где он произошел, установить не так-то просто. Часть труб проходит по дворам дачников, которые уже закрыли огородный сезон. Доступа к частным участкам нет. Принято решение искать методом исключения. То есть, если участок водопровода целый, его ставят под давление, дальше переходят на другой участок водопровода для поиска дальнейшего повреждения. И вот так методом исключения мы выявляем место повреждения. Соответственно, после того, как выявим, отсечем его. И после этого запустим в работу оставшийся целый водопровод. Я надеюсь, что в течение суток двое мы все-таки восстановим водоснабжение поселка Волошка. Жители надеются, коммунальщики обещания сдержат. Тем более, что для частной застройки отсутствие воды – это не только неудобно, но еще и очень опасно. «Поселок, во-первых, деревянный. Надо с этого начинать. В любой момент может пожар где-то что-то. Никто ведь не застрахован от таких вещей. А воды нету в поселке. Воды нет. Доставка воды питьевой в поселок не организована абсолютно. Про людей забыли. Конечно, есть у многих скважины тут, но не у большинства же проживающих здесь». В ИЖ водоканале пообещали подвоз питьевой воды организовать, а на время ремонта запустить одну из четырех колонок. Елена Абуховская, Павел Яскин. Новости. В микрорайоне Люли продолжается обустройство дорог. Это микрорайон, где проживают многодетные семьи. Они получили участки, но долгое время не могли добиться от городских властей обустройства инфраструктуры. В дело вмешался глава республики. Теперь здесь планово, начиная с 2019 года, ведутся дорожные работы. «Работы ведутся по строительству автомобильных дорог переходного типа с покрытием щебня. Работы ведутся уже третий год. До 2019-2020 год было построено в этом поселке 5,7 километров проезжей части. В этом году строим 1,2 километра. В строительство этих дорог входят сама проезжая часть, водоотводные лотки открытого типа, плюс водопропускные трубы». Срок окончания работ в этом году – конец октября. Всего в микрорайоне планируется обустроить больше 10 километров дорог. Аллея в честь Евгения Кунгурцева появилась в Ижевске на улице, носящей его имя. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. В городе до сих пор сохранился дом, который дважды герой Советского Союза получил от города сразу после завершения войны. «Биографию легендарного летчика вместе с историками» вспомнили наши журналисты. «А вы знаете, что наша улица названа в честь летчика-разведчика Евгения Максимовича Кунгурцева?» «Про легендарного героя малыши слушают, затаив дыхание. Сегодня вместе со своими воспитателями и родителями они высаживают рябину. Теперь здесь, на улице Кунгурцева, будет аллея в честь дважды героя Советского Союза Евгения Максимовича Кунгурцева». «И когда мы запланировали посадить деревья, мы увидели, что, оказывается, в этом году ему исполняется 100 лет. Это, на самом деле, очень хорошее напоминание о том, что героями, ветеранами Отечественной войны нужно гордиться и помнить их». После войны Евгений Кунгурцев вернулся в родной Ижевск. Специально для героя выстроили особняк в центре города. Возводили его пленные немцы. Этот дом на улице Максима Горького стоит до сих пор. «Евгений Максимович получил этот дом от правительства Удмуртской АССР после войны. В 1946 году был спроектирован этот дом архитектором Василием Петровичем Орловым. Вот такой вот дом в духе немножко классицизма. В 1948 году перешел в собственность Евгения Максимовича. Сам он, правда, здесь практически не успел пожить, поскольку его призвали сначала в военную академию». В этом доме жила мама Евгения Кунгурцева. И сюда он часто приезжал в гости, рассказывает Максим Блинов. Две звезды героя, которые когда-то украшали этот дом, уже сняты. Они остались лишь на проекте здания. «Вот здесь мы видим две звезды. Вот смотрите, сверху они изображены. То есть вот где-то там они были. То есть вот эта центральная часть, она поменялась очень сильно». В этом году дом признали аварийным, рассказывает Ангелина Александровна. Она здесь живет уже более 30 лет. В 70-е годы здание передали под общежитие хлебозаводу. Сегодня тут живет четыре семьи. И все жильцы знают, что дом когда-то принадлежал летчику Кунгурцеву. В 70-х годах у него приезжала внучка из Москвы. И она хотела этот дом сделать музеем. Но нас некуда было переселить, и директор не согласился. Поэтому она предлагала жилье, но не знаю, почему не согласились. В Национальном музее хранятся личные вещи и фотографии Евгения Кунгурцева. Генерал-майор передал их лично сам. О небе он грезил с детства и очень переживал, что из-за низкого роста его не возьмут в летчики. Поэтому и занимался спортом. На фронт Евгений попал в 43-м году после окончания авиационной школы. И уже после четвертого боевого вылета получил свой первый орден красной звезды. А в феврале 45-го года Евгению Кунгурцеву призвоили звание Героя Советского Союза. В марте 45-го года, будучи тяжело раненым, он попадает в плен. Его посчитали уже в части погибшим, так как его самолет упал прямо в гущу в расположении немецких войск. Был отправлен в лагерь под Кёнигсбергом. Но через месяц он возвращается в свою часть. И причем каким-то образом достал очень секретные документы. В 24 года Евгений Кунгурцев стал дважды Героем Советского Союза. А это послевоенная фотография. Летчик позирует скульптору. Бронзовый бюст был установлен в Ижевске в 1949 году у кинотеатра «Колос». Ныне это собор Александра Невского. А в 1992 году его перенесли в «Сквер Победы». Светлана Буланова, Юрий Зеленький. Новости. Ученые республики разрабатывают синтезатор удмуртской речи. Об этом они рассказали на Всероссийской научной конференции. Она прошла в Национальной библиотеке. К обсуждению в режиме онлайн подключились и эксперты из других стран. Конференция стала основным мероприятием в честь 90-летия Удмуртского института истории языка и литературы. С 2018 года он вошел в состав Удмуртского федерального исследовательского центра. Это возможности внедрения информационных технологий в язык. Это появление новых каких-то продуктов в виде чат-ботов, Алисы, которые тоже новой новацией являются в развитии языка. То, что непосредственно имеет выход на практику повседневной нашей жизни. Презентацию готового синтезатора удмуртской речи планируют провести в конце года. Кроме того, этнографы готовят к выходу первую книгу из серии «Народы Удмуртии». Она будет посвящена марийцам. В будущем сборник пополнит издания об Удмуртах, татарах, бессермянах, русских и чуваших. Итоги национального чемпионата «Навыки мудрых» подведут сегодня в России. Всего по стандартам WorldSkills соревновались 300 конкурсантов со всей страны. Удмуртию представляли 9 человек. Заключительные этапы проходили в режиме онлайн. На одной из площадок побывали наши корреспонденты. Тамара Васильева готовит вегетарианскую пасту, горячее, два гарнира и куриный бульон. Она стала финалисткой 4-го национального чемпионата по стандартам WorldSkills среди профессионалов 50+. Бухгалтер по образованию, она уже четверть века работает в столовой. Кажется, знает все кухонные нюансы, но у жюри строгая система оценивания. Она необычная, соответствует международным стандартам. Есть объективные показатели. Да, нет. Ну, например, уложился во время участника, не уложился. Попал в окно подачи, не попал. Соответствует форма, не соответствует. А есть уже субъективные, которые оценивают именно процесс. Единственное, что в данном формате проведения чемпионата не будет оценка вкусовых изделий, не оценится уже на вкус. Чемпионат проходит в формате онлайн. Конкуренты Тамары, а их 62, также готовят на учебных кухнях в своих регионах. Требования едины для всех. Меню конкурса было расписано заранее. Лишь один из продуктов стал известен накануне. Это мука грубого помола. Ее Тамара использовала для приготовления пасты. Конкурс продлился 4 часа. Все это время за поваром наблюдало жюри из Новосибирска. Картинку из аудитории торгово-экономического техникума, где готовит Тамара, им передавали 5 видеокамер. Полностью видно весь процесс приготовления, что она готовит, как она одета, какая на ней спецодежда, вплоть до того, какая обувь у участника, какие разделочные доски она использует, как она правильно выкладывает продукты в холодильник, на какой полке расположены продукты. То есть это все очень строго оценивается. А в это же время на других площадках опытные специалисты со всей страны демонстрировали свои навыки в туризме, образовании, физкультуре, медицинском уходе. Всего в 28 компетенциях. До финала добрались 300 специалистов. Для них участие – это возможность усовершенствовать свои навыки. Показать работодателям в первую очередь, что очень ценные люди, у которых уже есть опыт определенный, которые обладают хорошими профессиональными навыками и, условно говоря, списывать их рано. Кроме того, программы переобучения позволяют, и у нас есть такая хорошая практика, достаточно много людей переобучились и вообще поменяли профессию на другую. В прошлом году участники из Удмуртии вошли в десятку лучших опытных специалистов. Результаты четвертого конкурса «Навыки мудрых» станут известны уже сегодня вечером. Анна Ковырзина, Андрей Бусыгин. Новости. На этом у меня все. Хороших новостей.